На Украине работы сегодня лишились 15 губернаторов. С высоких постов их уволил Владимир Зеленский и назначил временно исполняющих обязанности. Все это, как говорят в пресс-службе, в рамках поиска новых специалистов. Президент намерен сменить руководство во всех регионах, сейчас таких уже больше половины, в том числе Киевская, Одесская, Львовская области. Между тем, Конституционный суд страны стал заниматься неотложным вопросом, законным ли было решение Зеленского распустить Верховную Раду. Каким бы ни был ответ, он не устроит одну из сторон. Подробнее обо всем Георгий Алисашвили. В уже привычном свободном стиле, в белой рубашке, без галстука, президент Зеленский свое выступление на заседании Конституционного суда начал с напоминания. Это прежде судьи приезжали к главе государства на поклон, теперь все иначе. И ответ на вопрос, можно ли распускать Раду или нет, нужно искать в законе. И, видимо, чтобы дело не затянулось, украинский лидер решил сам подсказать суду правильный вариант. Народ Украины аплодирует решению о распуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно обо всем этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно. И перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами. Зеленскому крайне важно очистить Раду от людей Порошенко и прочих деятелей Майдана. На досрочных выборах их шансы попасть в парламент чисто теоретически. Понимая это, люди, пять лет назад захватившие власть, наплевав на все законы, вдруг хором превратились в главных защитников Конституции. При этом до новых выборов в Раду, когда бы они не состоялись, подвисают ключевые вопросы украинской повестки. В первую очередь ситуация в Донбассе. Пока получается с одной стороны президент, делающий противоречивые заявления на этот счет, а с другой так называемая партия войны, однозначная политика, которая поставила под сомнение все итоги переговорного процесса. Представители оппозиционной платформы возлагают надежды на новую коалицию уже в новой Раде. Главное будет зависеть от результатов выборов в парламент. Кто туда придет и насколько они будут хотеть мира. Мы будем делать все, чтобы реализовать Минские соглашения с новыми силами, которых в парламент изберет украинский народ. Покинувшись заседание суда почти сразу же после своего выступления, чтобы, по его словам, не давить на высокое жюри, Владимир Зеленский посвятил вторую половину дня чистке рядов чиновников и силовиков. Подписаны постановления об увольнении гемпрокурора Луценко и главы МИДа Климкина. Последний грозился уйти сам, но до сих пор так и не сподобился. Постов лишились начальники СБУ пяти областей. Без работы также остались руководители 15 регионов Украины. На этом фоне с новой силой разгорается незатухающий церковный конфликт. Раскольник Филарет, оставшись не у дел в родном приходе, теперь продолжает раскалывать уже его, грозясь созвать 20 июня поместный собор Киевского патриархата и объявить там о недоверии Константинополю. Этот Томас мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томаса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Собственно, про то, что украинский Томас Пустышка с самого начала заявляли в русской православной церкви, но не все в новой церкви незалежной так считают. Еще один лидер Раскольников, Епифаний, сегодня принял участие в праздничной службе в Стамбуле и даже получил там право держать речь. Правда, очень короткую хватило лишь на поздравления Вселенского патриарха Варфоломея с Днем Ангела.